В Сочи проживает четыре ветерана, непосредственно участвовавших в освобождении Белоруссии. При написании сценарного плана праздника в первую очередь учитывают их мнение. Николай Пахнутский, ветеран Великой Отечественной, тот счастливый день вспоминает со слезами на глазах, впрочем, как и 70 лет назад. Говорит, просто счастлив, что эту дату так масштабно решили отметить в Олимпийской столице России, одном из самых многонациональных городов страны. У нас было все единое. Я вот, когда был на батарее, умирали все одинаково. Мы не знали, что такое евреи, что такое грузины или турок, или кто. Нам это не касалось, мы никогда об этом даже не выслили, потому что все одинаково умирали. И вот это чувство осталось у меня, видимо, навсегда. Поэтому я считаю, что вот это мероприятие очень вовремя. Так, масштабно подобную дату в Сочи отмечают впервые. И, как обычно, у данного мероприятия есть свои задачи и цели. Мы хотим еще раз этими мероприятиями напомнить, что наша страна, наши люди слишком много заплатили за победу над фашизмом. Что эта победа нам далась большой кровью. Более 25 миллионов человек отдали жизни для того, чтобы фашистская гадина была уничтожена. И на празднование этого юбилея мы хотим лишний раз напомнить многим тем, кто почему-то по каким-то причинам это начал забывать. Начнутся мероприятия, посвященные 70-летию со дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, с проведения урока мужества. Пройдет он в кинотеатре «Аэлита» начала в 10.30. В 11 часов на мемориале в завокзальном районе священнослужители проведут панихиду по усопшим. А в 19.30 на сцене Южного мула состоится концерт «Рэквием» с участием представителей всех национальных объединений города Сочи.